привет друзья я предлагаю вам сегодня сотворить со мной вместе вот такую миску с клубникой для этого я взяла наждачку у меня наждачка 400 наждачка по металлу продается в строительных магазинах зерно не и 400 если у вас есть пастельная абразивная бумага профессиональная такой как пастель мат пастель премьер консом и танец тач и другие абразивные бумаги лучше предпочтите ее потому что они лучше держится пастель на абразиве ну если нет то берите наждачку как я я уже попробовала порисовать и на 1000 мне показалось что слишком гладко поэтому если возьмете 800 будет совсем идеально и также мелочки нам понадобились я вам сейчас расскажу а еще нам понадобился спирт спирт у меня водка то есть какой-то алкоголь содержащий этиловый спирт для чего нам нужен для того чтобы сделать основу алкогольный подмалевок мы нанесем пастель размочим ее спиртом этим затем высушим феном и будем поверх этого этой основы этого подмалевка алкогольного рисовать уже сухой пастелью какой пастель я взяла красно-коричневый это просто темно-коричневый на самом деле разные красно-коричневые оттенки темные какие у вас можете использовать почти другой затем красные темно-коричневые похожие вот такой малиновый какие оттенки видите в клубничке такие набираете затем такие рожеватые таракотовые такой охра может быть вот такой понадобится желтоватый дальше идут у меня зеленые цвет тарелочки блики на тарелочке блики на тарелочке также могут быть светло-голубые светло-фиолетовые такой не показала возможно пригодится и цвет чашелистиков клубники такой затем для подмалевку у меня пошли вход такие вот зеленый то есть вот этот цвет такой не очень яркий приглушенный серый зеленый темно-зеленый возможно тоже пригодится такой фиолетово фиолетово-серый скорее серый тоже может поучаствовать в подмалевки и черный тоже нужен обязательно также я использовала фиолетовый в тени немножко такой достаточно темный зеленый зеленый я вам уже показала еще я использую бумажные салфетки во время работы кто не знает полотенца кухонная обнимаю вытираю и чуть-чуть уточнять где-то форму мне понадобились карандаши пастельный точнее угольный черный карандаш красный карандаш пастельный и желтый вот такой вот набор и сейчас давайте приступим сделаем набросок и подмалевок и приступим к нашему наброску и подмалевку нам потребуется тарелочка нужного размера нет вы конечно можете кружочек построить сами по моему проще подобрать тарелку под размер вашей нашего листа и обвести ее обвожу черным карандашом здесь еще будет тень нужно и тень заодно сделать тень правда будет поменьше я думаю что я этот кружочек смогу уменьшить меньше этот круг это уже стирать даже не обязательно просто имейте виду что немножечко меньше но и потом подкорректируем так и давайте так что мы сделаем нанесем нашу пастель черную возьму черную какую-то которую вам не сильно жалко стирать обнаждачку какую-нибудь дешевую для подмалевка используйте какую-то не самую дорогую пастель твердым довольно насыщен с кружок по выпукле попытаешь таким сделать такая тень взяла опять какой-то зеленый будет у меня все остальное пространство такого цвета еще где-то интересы добавлю какие-то другие сейчас мы этот наш подмалевок набросок подмалевок возьмем и намочим алкоголем я водкой вы можете взять какой-то спирт в общем какой-то алкоголь содержащий тело в спирт без добавок на прошлую водку наверно купить эти цели либо спирт в аптеке просто намешиваю тут какие-то уже хватит так беру алкоголь наливаю немножечко возьмем толстую кисточку вообще 4 начала с подмалевка я ведь еще не нарисовала внутренности нашей миски ну да ладно раз уж я взяла особо последовательность не важно важно нам все это размыть как бы чтобы закрепилась посты чтобы она меньше сыпалась просто нравится мне этот эффект размытия когда посты становится такой более равномерный стараюсь не особо смешивать эти оттенки хотя они все равно смешиваются давайте все же вернемся к нашим внутри что я хотела сделать очень просто я возьму не особо гляди на форму добавлю светлый по краям тарелочки видите зря я так сделала что забыла внутренности рисовать ну да ладно тут у меня просто капли для ее обошло добавлю такой светлый здесь будет более темный такой фиолетовый тень фиолетово-серый это у меня мелок который пишет разными цветами просто потому что он самолет не хочу сделать темный коричневый здесь прям клубнику сейчас не зарисовываем просто кладем темно-коричневый либо черный опять берем наш алкоголь спирт водку и размываем нам просто нужна цветная основа поверх нее легко уже заложилось конечно он был начать наверное со светлых частей ну да ладно даже если она будет темный вот такой вот получился подмалевочек сейчас я возьму фен посушу его вы тоже возьмите фен посушите я посушил вот так выглядит наш подмалевок после высыхания теперь я хочу взять карандаш пастельный и набросать очертания наши клубнички всю клубничку я не буду рисовать найду самый красивый ягодки просто вот так вот их контур пастельным карандашом намечу какая-то ягодка здесь такая крупная можно сначала самые крупные попробовать нарисовать а потом уже вокруг них по остаточному принципу добавить мелкие ломаную какую-то форму есть какие-то промежутки есть между ягодами лежат ровно смотрим на этот принцип укладки на форму клубничек вырисовываем какие-то свои которые частично в глубине значит прячутся и со всех сторон их не надо обрисовывать там где-то при этом друг с дружкой соприкасаются клубничку примерно так хочется сейчас мне сделать тень от клубники я вот думаю взять ли черный или скорее всего лучше наверное темно-коричневый темно-коричневый красноватый сейчас я попробую да пожалуй если будет слишком мало темноты я потом затем не черным сейчас я обвожу какие-то ягодки точнее тени от них добавляю темным красновато-коричневым до тени не очень получаются яркие на посмотрим тени здесь у нас получаются с правой стороны и вот здесь тоже будут тени интересно что здесь это тень от самой миски а внутри вокруг клубники еще и более темный тень то есть я возьму черный вокруг клубники затем не чем тени там такие размытые границ не видно мне всегда удобно начинать с тени потому что так сразу как бы начинаете ориентироваться своем рисунке лучше понимаете где какие объемы так вот здесь между клубничками пространство пожалуй его на хотелось сначала ставить цветом подмалевка вот этим теперь я понимаю что для глубины чтобы создать эффект глубины нам нужно максимально затемнить эти участки между клубничками при этом стараемся не терять их форму так ну и что наверное надо уже взять светлый цвет цвет нашей низки ввести тени виск равномерно все зеленое делать наверное будет ошибкой даже если на фото кажется что она равномерно зеленое все хотелось бы добавить какие-то другие оттенки если прищуриться то можно увидеть что вот здесь она все же наверно немножко голубовато голубоватая светлая так этот голубоватый хорошо бы смешать с этим зеленым хочется мне сразу пока не дорисовала всю эту зеленую миску добавить в эти тени видите по краю красноватый рефлекс на миске я взяла для этого какой-то таракотовый возможно слишком светлый возможно и нет я его с левого края хочу сюда писать здесь от может быть какие-то контуры клубничек виднеются пишу и аккуратно попытаюсь и вот так тушевать плавненько но при этом темный цвет не закрывая полностью другим пальцем стараюсь этот темный смешать с этим красноватым таракотовым пока у нас нет красного цвета до клубничного самого основного это смотрится немножечко странно так ладно беру опять зеленый не так мягко как хотелось бы уложиться на наш подмалевок так равномерно здесь обведем здесь же очень четкие края нашей тени клубничной которую мне хочется еще затемнить так глупого может быть или какого-нибудь не знаю фиолетового еще добавить вот сюда светло-фиолетового растушевать его опять же этим мелочком здесь как-то уже смешивается градиент перехода тени в свет такой плавный градиент здесь не четко конечно я уже накосячила с низкой она уже не такая ровная если хочется ровно нужно можно взять карандаш и попытаться подровнять хотя можно и мелочком в принципе чушку так равномерно распределитесь этот цвет наши зеленые мисочки черный обвести поверх подмалевка еще мелком черный кстати какая бы четкая не была тень на референсе все таки она не может быть равномерно черный по всему по всему по всей своей площади поэтому я добавляю фиолетового к ней темно-фиолетовый к краям к краям тени чем ближе к объекту тень падающую тем она темнее в зеленом цвета чем дальше тем она становится светлее здесь конечно такое яркое освещение при котором этот закон кажется и не работает на фото в жизни наверняка и работает видите я чуть-чуть залезла даже за края фиолетовом будет пока такая кривая тень поработаем с ним потом давайте лучше так возьмем наверное здесь вот зелененький опять или голубой может даже фиолетовый чуть-чуть краешек подсветим фиолетовый все-таки все так все же надо приступить к нашим клубничкам возьму возьму я коричневый красновато-коричневый сделаю такую основу под клубнички вот эти вот красновато-коричневые просто смотрю с какой стороны прищуриваю смотрю с какой стороны у клубничек темные бока красно-коричневые в итоге растушевываю по всему объему тонким слоем поверх потом все равно положим уже более светлые тона красного красно-коричневый как основа для всех моих клубничек я его растушевываю но стараюсь форму полностью не потерять и кое-где все-таки карандаш на вот эти вот края сохранить если у вас есть такое счастье и другой оттенок красно-коричневого то неплохо было бы его тоже взять то есть я сейчас поменяла мелок он чуть-чуть другого оттенка хотя тон вроде такой же оттенок другой так вот я все эти клубнички прохожусь затемняю но не теряю совсем уж форму делаю такую основу на самом деле у нас уже вообще-то есть подмалевок но он у нас больше для фона используется так клубнички стали коричневые берем наш красный посветлее более светлый красный и добавляем сочность нашим клубничкам здесь с этой стороны полностью их не зарисовываем этим красным чтобы коричневые бока тоже сохранились так смотрим как падает цвет на наши клубнички где у них такие более освещенные места здесь здесь находим какие выше всего торчат те сильные освещенные в принципе логично помогать что это так много коричневого оставлять не стоит но и все красным зарисовать тоже не надо так хочется взять другой оттенок красного не знаю есть ли он у меня возможно это такой же да наверное это такой же есть какой-то шпинки красный что-то он плохо ложится что-то я еще и не нахожу ладно возьмем такую более роженький хочется какой-то более малиновый что ли добавить такой яркий малиновый да чтобы опять же наша комната не была равномерного цвета по всей ее по всем ягодкам по всем ягодкам так что-то я уже не смотрю на референс озариваю озариваю что-нибудь сильно пылит этот мелок так вот так вот наделали мы разномастные клубнички все-таки контуры стараемся сохранить чуть-чуть поддушевая чтобы равномерный цвет вот здесь я вижу что у нас все-таки тень от этих клубник недостаточно темная хочется взять угольный карандаш поскрестим чуть-чуть в этих местах где тень и сделать ее почерненьше и сделать ее почерненьше так затемнили так получше мне кажется и теперь возьмем сделаем какие-то уже светлые участки здесь прямо четко вот такой носик торчит здесь тоже хочу высветлить тут как-то высветля здесь сделаю светлый участок немного потушу так можно сделать еще светлее взять ухру ухрой высветлить еще более светлым светом где-то тут какую-то форму наметить такой совсем без формы она не была хотя по сути мы не рисуем клубнику мы рисуем намек намек на клубнику на такой намек который выглядит живо то есть наш глаз улавливает именно сочетание цветов форма для него становится уже второстепенной так значит ухру мы добавили можно еще вписать сюда кое-какие бокам здесь вот прям бок клубники такой темный опять возьму карандаш нарисую эту тень на клубнике и вы тоже можете взять карандаш и кое-где не по всему контуру а кое-где восстановить форму клубнички не всю ее обвести я вот только некоторые места в некоторых местах проявить ее почетче отходите и сами решите отойдите от своей работы посмотрите издалека в каком месте чтобы не было пробелов там бумаги объединить все это вместе хотя я забыла что у нас есть зеленые там такие участки так возьму зеленые какой-то мягкий зеленый взяла просто так вот поверх положу на эту клубнику и на какую? на эту наверное чешелистики клубничные на них какие-то есть желтенькие места и не хватает конечно темноты под ними где-то взяла карандашик некоторые ввела чешелистики все хочется где-то добавить такую тень может быть вот здесь на некоторые части хочется добавить тени побольше так и светлым светлым зеленым отмечу какие-то отдельные опять же листочки в которые упало больше света допустим на эти так кое-где клубничку можно подровнять чтобы форма была похожей и хочется что нам сделать взять фиолетовый светло-фиолетовый поставить какие-то фиолетовые светлые крапинки там где вы видите светлые блики на референции вот так нужно для этого дойти посмотреть и не переборщить чтобы прям поставить вот именно точечные на самые высокие участки клубничные какие-то могут светиться возможно сделать это не на всех клубничках некоторые обводки карандашные хочется убрать а где-то сделать поровнее 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 карандашик подправить аккуратно так хочу взять желтенький и в некоторых местах сделать желтым карандашиком клубничные косточки скорее всего не везде только в освещенных опять же местах конечно карандаш ложится не очень так вот здесь еще пробел подштрихую подштрихую так делаем кое-где эти желтые крапинки вы же их видите не по всей клубнике то есть глаз их где-то выхватывает а в тени их совсем не видно они сливаются поэтому старайтесь немножко этих крапинок наставить на такие на более-менее освещенные участки и не на все ягодки можно кое-где цветы добавить так смотрим облизимся к финишу может быть где-то карандашом хотела подровнять что-то карандашом как-то карандаш снимает верхний слой красный красный уже примешивается но ничего так а еще здесь есть капельки может быть кому хочется интересно поработать с капельками взять карандаш нам где тень добавить немножко капель просто такими аккуратными шариками шарики и эти капли можно также нарисовать и на освещенной части такими вот с гагулинками в которых в центре свет может быть так так карандаш конечно не очень ложится на черная черная некоторые можно подтушевать чтобы особо в глаза не бросались какие-то добавить тоже капельки туда не какие-то прям границы такая четкая капельки такие навязчивые их нам немножко разотру что можно уже заканчивать наверняка где-нибудь есть не прокрасы клубничные которые я вот так вот могу долго еще подправлять но так в целом это все же идет и поэтому я пожалуй объявляю что работа готова рисуйте пожалуйста со мной свою мисочку постарайтесь подровнять вот эти края чтобы они были поровнее и посимпатичнее рисуйте выкладывайте пожалуйста свои работы ставьте мой хэштег отмечайте меня мне очень нравится вас наблюдать в инстаграме за вами комментировать очень классно спасибо что делитесь всем очень благодарна тем кто выкладывает свои работы мне так приятно наблюдать за ними всем хорошего дня спасибо большое до новых встреч пока